Ну, типа, good morning. С вами, короче, я, Enerhand, так сказать, Animations. Типа, как дела, ребятки? Думаю, в общем, что хорошо. Что? Почему моя речь стала вдруг такой плохой? Это всё потому, что я говорил, используя слова-паразиты, такие как, типа, как бы, короче, и тому подобные. Эти ребята делают речь человека некрасивой, похожей на бесконечное повторение одних и тех же слов и фраз. Зачастую эти слова не имеют никакого смысла, и только мешаются в разговоре. Однако, откуда они берутся, и почему мы их употребляем? На эти вопросы я отвечу в течение этого видео. Тем не менее, это будет после небольшой рекламы паузы. Рекламировать я буду свою группу в ВКонтакте, не ожидали, да вот тоже. Но ведь на нём всего лишь 14 подписчиков, и выходит куча мемов и новостей. Ну, ссылка находится в описании и на экране. Вернёмся к ролику. Как я и сказал, слова-паразиты – очень злые ребята. Они, как настоящий вирус, проникают в речь и остаются в нём, если ничем не предпринимать. Обычно человек набирается их спонтанно, без видимой причины. А нет, всё же причины есть, их немало. Разберём всё по порядку. Причина первая – неуверенность. В природе это так устроено, что человек очень социальное существо. И если что-то в разговоре идёт не так, а именно совсем небольшая тишина, человек сразу же пытается её заполнить. Хотя конкретно эта причина редко фигурирует. В основном тишины может и не быть. Человек просто может уже сам привык говорить какое-либо словечко. Отсюда и вытекают такие бессмысленные, а порой раздражающие употребления. Сразу скажу, я тоже порой страдаю таким недугом. И самый яркий способ кратко всё показать – это продемонстрировать мой типичный разговор. Ну это, короче, жесть! Фиг ли земля такая сухая? Ей шо, воды не хватает или шо? Всё перепробовали. А оно ни в какую. Или вот слово, чаще всего употребляемое мною. Ну вот и всё, как бы всё так и было, да. А, ну нормально, шо, завтра ещё поговорю? Ну не знаю, у меня дела. А, ну нормально, тогда всё, пока. Ага. Заметили? Да, это слово «нормально». Я его использую постоянно в любых удобных ситуациях. Когда нужно описать положение, проявить удивление или уважение. Нормально. И в конце концов, просто когда нечего сказать. Не то, чтобы оно мне сильно мешает, но красоту речи губит сильно. Просто представьте сами, что ваш друг постоянно вместо нормального ответа говорит «нормально». Это же раздражает. А от кого я взял это слово «паразит», пожалуй, не буду говорить. Царает причина слов «паразитов» маленький словарный запас. Обычно, когда люди говорят слова «паразиты», это может быть следствием того, что человек знает недостаточных слов, чтобы быстро выражать свою мысль. Представьте себе такую картину. Вы с другом сидите и болтаете. Вдруг ваш друг не может вспомнить слово. Просто произносит один из слов «паразитов». Со мной, к примеру, это бывает довольно часто. И, наконец, третья причина, по которой может быть возникновение слов «паразитов». Это... Подражание. Человек, слыша, как много людей постоянно говорят какое-либо слово, сам волей-неволей начинает его употреблять. Здесь же замешаны наши первобытные инстинкты. В далекие времена, когда люди еще не могли толком разговаривать, чтобы наладить отношения, они подражали друг другу. Эта важная особенность помогла нашим предкам выживать совместно. Но в современном мире это проявляется и в иных случаях. Одним из них и являются слова «паразиты». Таким образом, насмотревшись ютубера, имя которого я снова не буду его называть, я перенял на него приучку, как говорить слово «нормально». И теперь мне будет очень трудно от него избавиться. На самом деле, есть еще куча других причин возникновения подобных слов. Но я разобрал только три, чтобы не растягивать это видео на минуту на десять. Да ладно, ты же просто не сможешь сделать видео только о продолжительности. Нормально. Замечу, что такие звуки, как «э», «а» и «м» не являются словами-паразитами. Ведь, как говорит Википедия, это способ подобрать уместное слово и заполнить повсюду между словами. Как-то так. И еще, словами-паразитами могут стать любые слова, произносимые достаточно часто и ухудшающие звучание. Так что, будьте внимательны. Кстати, напишите в комментариях, какие слова-паразиты имеются у вас. Будет интересно почитать. И нечего стесняться, ведь слова-паразиты это не так плохо, пока вы контролируете их употребление. Ну, а с вами был, как всегда, я, Энергетеримейшнс. Удачи в жизни со словами-паразитами и... Гуд байо!